Герои Парижа вернулись домой. В Махачкале несколько сотен болельщиков встретили дагестанских борцов, обладателей медалей Олимпиады во Франции. На играх наши земляки выиграли пять медалей, три из которых золотые. Курбан Рагимов передал атмосферу встречи с олимпийцами. Новоиспеченные олимпийские чемпионы делают первые шаги по родной земле. Дома они не были уже больше месяца. Усталость компенсировал теплый дагестанский прием. Все по уже сложившейся традиции. Бурные овации и большие плакаты с поздравлениями. На выходе чемпионов и призеров встречают сотни преданных болельщиков. За выступлением наших вольников в Париже они все следили с замиранием сердца, не пропуская ни одну схватку. Это мои братья, все близкие, которые за меня болели, переживали. Они все писали, желали мне только победы. Поэтому я им очень сильно благодарен. Сейчас более-менее начал ощущать, что все-таки я выиграл эти олимпийские игры, потому что там, находясь далеко от своих братьев, так сильно не ощущалось это. А сейчас уже начинаются ощущения. Ахмед Тажудинов, Розамбек Жамалов, Магомед Рамазанов, Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов. Каждый из них прошел долгий и сложный путь к триумфу. Никаких секретов нет. Только вера в победу и полная самоотдача на тренировках. Эмоции, конечно, такие. Даже вот стараешься описать, тяжело их описать. Их надо почувствовать. Наверное, Садулай Рашид это знает лучше всех. Их надо прочувствовать, даже эмоции описать тяжело. Посвящая всем, кто за меня болел, в первую очередь своим родителям, потом желаю, посвящая всем своим болельщикам, тренерам, Дагестану, Чечне, Узбекистану. Это медаль общая. Я уже когда попал на Липецкие игры, уже люди очень сильно переживали, болели, делали дуазы меня, говорили многие. А после уже вообще был просто бум какой-то, нереальный бум. Я уже когда зашел в WhatsApp, уже стал отвечать в Инстаграме. Там людям некоторые плакали, вообще реально. Даже вот сразу на эмоциях писали, голос дрожал, у кого-то голоса не было. Кто-то реально плакал, а мужчины плакали. Поэтому это слезы радости. Очень приятно было. В столице Франции бронзовый призер Даурен Куруглиев представлял Грецию, но поддержку из родного Дагестана чувствовал за несколько тысяч километров. Все приехали поздравлять. Очень приятно, конечно, что нас поздравляют многие, делают хорошие подарки. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Магомеда Алаудинова, ЖК Гранатовый, то, что подарили мне квартиру в городе Дербенте, в моем родном городе. Спасибо вам большое. Три золота и две бронзы в вольной борьбе. Таким количеством и качеством наград в Париже не может похвастаться ни одна страна. Учествование продолжилось в одном из ресторанов Каспийска. Президент Федерации борьбы Дагестана Амар Муртузалиев вручил олимпийцам денежные премии. За победу по 5 миллионов рублей, за бронзу по 2. Без внимания не остались тренеры спортсменов, а также борцы сборной России, которые не выступили в Париже. Ну, всегда приятно привозить ребят золотым рейсом. Каждые 4 года я с большим удовольствием делаю эту миссию, которую на меня возложили мои коллеги. Так, скажем доброе слово за то, чтобы и дальше продолжалась эта нить не прерываясь. И наши чемпионы, наши вот эти красавцы привозили бы каждые 4 года на нашу родную святую дагестанскую землю. Вот такие красивые, тяжелые, золотые олимпийские медали. До следующей Олимпиады 4 года, а сейчас спортсменов ждет заслуженный отдых. И только приятные хлопоты, общение с прессой и фото на память с болельщиками. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ.